Девушки отдыхают 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 над человеческим организмом, но об этом немножко позже. Я семьянин, у меня супруга, две замечательные дочери. Ну и, собственно говоря, эргеломан, я очень люблю музыку, музыка меня очень сильно мотивирует, и я являюсь не только большим потребителем контента, но в том числе его и в какой-то степени создаю на протяжении уже нескольких десятилетий. О чем бы я хотел сегодня с вами поговорить? Никому не открою секрет, если скажу, что все мы в этой жизни, в любой сфере жизни ставим какие-то цели. Ставим эти цели и стараемся этих целей достигать. И есть, в моем понимании, несколько основоположных элементов, которые позволяют этих целей достигать. Так, оп, достает. Итак, есть цели. Для того, чтобы достигать этих целей, нам необходима мотивация. Кто-нибудь может дать четкий ответ, что такое мотивация? Это не на приз. В какой-то степени да. Но самое, наверное, важное здесь отметить то, что мотивация не является чем-то рациональным, не является чем-то логическим. Это эмоция. По сути дела, это рациональное состояние, в котором у человека в среднем мозгу та его доля, которая отвечает за намерение, обращается к той доле, которая отвечает за действия. Ну и, соответственно, мы намерение превращаем в определенную активность. Для того, чтобы это происходило, нам, конечно же, необходимы инструменты. Инструменты для того, чтобы этих целей достигать самым коротким, самым оптимальным, наименее, наверное, затратным путем. К чему бы вы это ни применяли. Вот, собственно говоря, немножко о мотивации я хотел бы сегодня с вами поговорить. Это исключительно мой жизненный опыт. Я не пытаюсь вас ничему научить. И мне будет очень приятно, если кому-нибудь из вас это придется по душе, либо станет полезным в вашей жизни. Каким образом можно повышать мотивацию, каким образом можно удерживать высокий жизненный темп. И мы знаем, что этот темп становится все более и более насыщенным с каждым годом, ввиду внешней следы, которые нас окружают. Первое – это время. Ну, по сути дела, я думаю, что все вы перепичканы таким понятием, как тайм-менеджмент. Уверен, большинство из вас посещало либо курсы, либо проходили какие-нибудь онлайн-материалы на тему тайм-менеджмента. Управление временем. Все об этом говорят. Да, на самом деле, я не соглашусь. Управлять временем невозможно. Как можно подправлять универсальные единицы измерения происходящих событий. То есть невозможно его ни сжать, ни поломать, ни согнуть, ни подстроить. То есть единственное, что вы можете делать, это эффективно его использовать в своих целях. И, по сути дела, парадокс времени заключается в том, что чем его меньше, тем на самом деле этого времени в вашей жизни больше. Получается, что, используя свое время, эффективно вы можете мотивировать себя на новое свершение. Следующий элемент — это цели. Вот для того, чтобы заставить работать ментальные механизмы, ментальные модели, которые есть у каждого из нас в голове, которые работают в основном на нашем опыте, которые работают на предположениях, необходим пункт «Б» для того, чтобы перевеститься из пункта, в котором вы на текущий момент находитесь. Да, то есть если у вас нету destination, ваша ловка не может нарисовать как Google Maps карту, по которой вы можете достичь этого destination. Ну и самое важное — это то, что цель должна быть большой. Вот реально цель должна быть такой, чтобы тряслись поршилки, чтобы коленки дрожали, чтобы это вызывало трепет. По какой причине? Потому что если цель не вызывает, вы беретесь за цель, которая не вызывает вашего трепета и вашей дрожи, она, по сути дела, не сделает вас сильнее, она не поведет вас на новую высоту. По какой причине? Потому что вы использовали свой ресурс, достигли этого самого destination, ну, собственно говоря, сказали себе «я молодец», и на этом все закончилось. Если вы выбираете большую цель, такую, которую вам кажется невозможно даже подкорректировать, такое очень часто действительно бывает, вы поступаете на ту территорию, где вы себя не чувствуете уверенно. Вы выходите из вот этой вот пресловутой зоны комфорта кратковременно для того, чтобы вырасти в будущем. Поэтому ставят необходимые большие цели, и они опять же мотивируют вас в действии. Следующий элемент — это планы. Но, по сути дела, планировать необходимо абсолютно все. Любая осмысленная, осознанная деятельность, она требует того или иного плана. Понятное дело, ему нельзя придерживаться на 100%. Вы должны быть гибкими, вы должны быть адаптивными по среду, но при всем при этом план всегда должен быть тактически краткосрочный на месяц, среднесрочный на год и на 3-5 лет стратегически. Естественно, вы его будете рекомендировать по ходу дела. Планы необходимы, потому что это взвешивание ваших действий, взвешивание ваших возможностей, взвешивание возможных преград, которые будут у вас появляться на вашем пути. Вы ко всему должны быть готовы. Наверное, вы много раз слышали это выражение на английском языке. «Fail to plan is a plan to fail». Я не знаю, это одно из любимых моих высказываний, я его очень часто употребляю, когда кому-то пытаюсь объяснить, что планировать действительно необходимо все. Нельзя жить просто вот так во всех сферах по течению. Заметная кнопочка, которую вы встречали на различных девайсах, которые могут воспроизводить контент, это «play». На самом деле, речь идет здесь о старте. Как себя мотивировать, как дать себе вот этот волшебный пентель? Необходимо просто начать. Самое главное, что нужно сделать, у вас есть сложная задача, вы о ней думаете, прокрастинируете, постоянно ее откладываете, все дальше и дальше, потому что вам кажется, что будет ее трудно выполнять. Надо просто сделать первый шаг. Лао Цзи говорил, что путь в тысячу миль начинается с одного шага, или с первого шага. Надо просто перестать промедлять и начать действовать. И это действительно будет стимулом и мотивацией. Во всем, что бы вы ни делали, нужно быть лидером. Нужно стараться соревноваться. Если не лидером, в конце концов, по крайней мере, входите в призы. Это тоже растяжимое понятие. То есть нужно быть просто лидером и нужно быть эффективным. Вот этой самой эффективности ее ни в одной школе не учат. Ни в бизнес-школе, ни в начальной школе. Эффективность, в первую очередь, это самая дисциплина. Питер Другер, например, это известный теоретик менеджмента, мирового масштаба. Он в своей книге пишет о том, что менеджер, например, это люди, которые делают вещи правильно. А лидеры, это люди, которые делают правильные вещи. Делайте правильные вещи, лидируйте. Если даже вы не можете войти в призы в той или иной сфере жизни, то просто соревнитесь хотя бы самим собой. Становитесь лучшей версией себя, в отношении к себе вчерашнего. И это будет тоже здоровским мотиватором. Заточка пилы. Нет, не ответил. Я не смотрел, почему, с этим выключаюсь, да. И не являюсь поклонниками, она просто была жуткая. Под заточкой пилы подразумевается... Кто-нибудь знает здесь историю про лесорубов, Свена и Джека? Ну, или просто историю про лесорубов, которые соревновались, кто больше напилит деревьев за определенный отрезок времени. О, отлично. Значит, вам будет сейчас неинтересно. Потому что его очень мало, мне придется рассказать вкратце эту историю. То есть суть заключалась в том, что два финских лесоруба поспорили, кто больше напилит деревьев, ну, допустим, за световой день. И молодой, здоровый лесоруб начал уберечь со всей силы, без остановки. Он слышал, что тот, который был постарше и, видимо, помудрее, он постоянно останавливался и отдыхал. Это, собственно говоря, было стимулом для молодого, чтобы не останавливаться, в конце дня обнаруживается, что старый все-таки наберил значительно большую деревню. Во время отдыха он тащил пилу. Он не просто отдыхал, а затачивая пилу. Результатом ясним. Под затачиванием пилы я, например, подразумеваю капитализацию собственной стоимости, получение новых знаний, чтение и черпание информации из любых источников, у которых на сегодняшний день просто масса. Я даже сказал, что на сегодняшний день существует какой-то переизбыток информации, который нужно доставать из открытых бесплатных источников. Но Бенджелин Франклин, когда сказал, что если у вас опустошается кошелек в пользу ума, то он у вас точно никто не заберет. И инвестиции в ваши знания дают самые высокие доходы. Я думаю, что этот человек был очень прав. Поэтому чтение, получение новых знаний, оно безусловно всегда мотивировало, мотивирует и будет мотивировать, потому что получая эти новые знания, вы будете хотеть превратить их в навыки. А значит, вы будете действовать. Следующий элемент – это переключение. Все мы с вами тяжело работаем, все мы с вами работаем в эти бизнесы, кто-то не только в этом бизнесе параллельно, да, все очень заняты. Время от времени необходимо понижать передачу. Нельзя тонуть в работе. Вы просто только представьте себе, что будет, если осенизатор будет тонуть в работе. Да, то есть, малоприятное зрелище наверняка. Необходимо понижать передачу, необходимо обращаться к каким-то источникам, которые дают вам энергию, пополняют ваши батарейки. Пусть это будет общение с семьей, пусть это будет какое-то развлечение, пусть это будет встреча с друзьями либо с другим. Ну, я лично рекомендую с другим, без ущерба в остальных сферах. Все методы переключения надо использовать. Ну, а сколько, почему? Потому что в соответствии с исследованиями ученых, он на 15% повышает, ну, реально, на 15% измерили каким-то образом, на 15% повышает продуктивность труда. А еще проводили исследования на мышках. Так вот, мышки, одна группа мышек на протяжении своей не очень продолжительной жизни постоянно бегала в колесе, а вторая отдыхала. Так вот, те, которые бегали в колесе, у них было значительно более замедленное старение мозга. Поэтому вот занимайтесь спортом, переключайтесь всеми возможными методами, и это тоже здорово мотивирует. Последний, ну, последний из бложества, да, это только определенная выборка того, что помогает лично мне. Последний, но, возможно, все-таки самый важный метод повышения собственной мотивации – это близкие вам люди. На самом деле, это могут быть ваши родные, это могут быть ваши друзья, это могут быть ваши, в конце концов, коллеги, для которых вы являетесь примером. И, соответственно, это люди, которые провожают своим взглядом все, что бы вы ни делали, все, чего бы вы ни начинали. Они вас поддерживают, они от вас чего-то ожидают, и, соответственно, вы не можете себе позволить сидеть на диване, сложа руки, когда на вас устремлены глаза этих людей. Поэтому, когда падает уровень мотивации, когда вы готовы в отход сойти, когда для невозможности больно, думайте о ваших близких, и это тоже будет вас всегда мотивировать. В целом, если взять вот этот вот сет, вот этот набор методов мотивации, самомотивации, то для того, чтобы делать их более эффективно, для того, чтобы применять их более эффективно в вашей жизни, вы можете использовать различные инструменты. Одним из важных и эффективных инструментов, которые, например, работают для меня, это вычислительная техника ThinkPad. Упс. По сути дела, при помощи этой техники, при помощи вычислительной техники, вы можете делать более эффективными применение каждого из этих методов. Вы можете достигать, на самом деле, того, чего вам казалось недостижимым, невозможно делать возможным, и преображаться по отношению к себе вчерашнего. В любой сфере, ну, например, в спорте, да, я много об этом говорю, это тоже одна из центральных тем сегодняшних получается. На самом деле, я не поддаю свой X1 гормон, который я пользуюсь уже на протяжении трех лет, таким испытанием, коим поддаю себя на длинных дистанциях триатлона. Испытанием на выносливость, испытанием на свои пределы, испытанием на свою прочность. Но при этом все мы знаем, что техника ThinkPad проходит 10 милитари-тестов в США. И, соответственно, эта техника способна выдержать в действительности очень-очень многие испытания. Я использую этот девайс для того, чтобы планировать свой сезон тренировочный, планировать свой сезон старта, для того, чтобы мониторить свои тренировки, для того, чтобы в конце концов вести непрерывные бизнес-процессы, которыми я управляю. Независимо от того, нахожусь я в офисе, нахожусь я дома, нахожусь я где-то за рубежом, нахожусь я в транзите, либо на отдыхе. Со мной всегда этот универсальный солдат, который меня лично никогда не подводил. И знаете ли, когда мне было 25 лет, ну, наверное, здоровья у меня было немножко побольше. Я так еще будто думаю. Хотя все мы знаем, что с возрастом все мы становимся мудрее, сильнее, выносливее, в конце концов, как физически, так и психологически. И, по сути дела, мы способны принимать решения более взвешенные, и наш опыт помогает нам действовать более эффективно в достижении поставленных целей. Сегодня этот МКП – это разное 25-летие. Это говорит о том, что у нас за плечами уже 25 лет инноваций, 25 лет открытий, которые помогают наших пользователям достигать их целей, которые помогают им получать уникальный пользовательский опыт. И сегодня, по сути дела, мы как никогда преисполнены мотивацией создавать еще лучшее устройство для наших пользователей, для того, чтобы они могли достигать высоких и амбициозных целей, а также решать свои повседневные задачи. С днем рождения, МКПЭД, а вам я желаю всем высокой мотивации, больших целей и сил на их достижение. Спасибо. Генеральный директор Леново Беларуси и последний 15-минутый великолепный бизнес-тренер Евгений Троцарев. Возьмем ваши аплодисменты. Евгений Чемерис. Здравствуйте. Женя начал с того, что ему 37, я, наверное, продолжу, мне 27. Да, спасибо. По логике следующему рату должно быть 17. Ну, посмотрим. Я тренер компании Леново в Украине, в Грузии, в Армении, в Белоруссии и еще в одной стране, забыл в том. И молотово, спасибо. Но сейчас я вам не... Симпады те устройства, которые позволяют ну, разным пользователям, всячески с ним обращаться. Это те ноутбуки, которые, ну, как было сказано на видео, мне ноутбук решает, как я хочу работать. Я решаю, как и где я хочу работать. Не важно, что происходит вокруг. Не важно, как я к нему отношусь. Он всегда будет мне верен. Это одна из возможностей ноутбука сына. Если видеть противокрышки, каркасы прочности, они выдерживают вес до 100 килограмм. Около 100. Я немножко меньше, чем 100, да? Это было такое. Как вы думаете, зачем это все на самом деле нужно в ноутбуке? Вряд ли инженеры сидели, так думали, так. А если я чай, поцелу, на ноутбуке? Все, что? Что вы в США партнер? В первоначале действительно ноутбуки поставлялись военным. И те же каркасы прочности, металлические петли, тесты при работе в экстремально высоких и низких температурах, тесты при работе в забыленном помещении, не для обычного этого пользователя, а для того, чтобы у военных в разных условиях ноутбук выжил. Если он выжил у военных, то можно дальше его давать и обычным пользователям. Вот мы весь вечер хранили интригу, да? И говорили, что пора немножко раздвинуть вот за ресурсами. Давай сразу скажем, какой у нас будет приз, розыгрыши. Приз довольно простой. Это те две глыбы, да, которые вы все видели. Нет, ну серьезно. Ну серьезно. Это понятно, что те две глыбы, да, мы потом разобьем и шампанское, отвесим 25 лет на ThinkPad. А вот серьезно. Серьезно, это будет ноутбук ThinkPad 13. Друзья, ваши альбомы, давайте посмотрим на него. Прошу. Приз в студию. Ох, всю жизнь не стал сказать. Вспрашиваю. Вот такая красота. Это я про ноутбук тоже. Он даже включается. Ну вот как-то так, очень красиво. Ну, Джей, не поставь счетный вопрос, смотри. Людей у нас здесь много. Приз только один. Как же мы все-таки определим, кто же ведет с ним домой сегодня? Я думаю, стих. Нужно рассказать стих. Так, внесите табуретку, пожалуйста, на сцену. Если стих, то на табуретке же надо рассказывать. Правда? Ну, шутки в сторону. На самом деле все очень просто. Нужно, чтобы вы подняли свою правую руку и все, все-все-все-все-все-все, без исключения, все правую руку и засунули ее Все, продолжаем. Под свой стул. Так, просто начнем, на котором мы сидим, да? Так, что ничего нету, да? Не у всех что-то есть. Знаете там Света? Немного как-то. О, прекрасно. У кого что-то есть, пожалуйста, руки вверх поднимите. Раз, два, три. Кто-то, вижу, нашел чужой телефон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да? Ноговато. Ноговато. Давай произведем такой небольшой отбор. Теперь те, кто нашли конверты, вскройте их. И на сцене мы ждем тех, у кого в конверте будет визитка. Друзья, этим самым образом я хочу вам сказать, что, найдя визитку, вы получаете в подарок не только номер телефона Жени, да? Но еще уникальный шанс поучаствовать в такой роскоши этого великолепного нового бухгаля Сигпа. Поднимайтесь на сцену. Ваша воля смеет, друзья, нашли счастливчика. Вау! Три человека, четыре человека, пять! Легендарная, великолепная безерка, друзья, ваши овации! Ну и знаете, теперь, пожалуй, начнем с овастей вот таких вот. Вот с самого начала вечера я вам сказал, что я вам буду говорить под информацию, да? Лучше бы вам ее запоминать, потому что в конце, возможно, именно она поможет вам выиграть ноутбук. Как мы проведем розыгрыш? Вот расскажи всем, озвучьте механику. Мы сейчас зададим один очень сложный вопрос, ответ на который звучал раз в 15 сегодня. 25 раз звучал. 25 лет, 25 раз. Так, так, вопрос у меня здесь. Друзья, все очень просто. Я задаю вопрос. Если вы знаете ответ, просто поднимайте руку. Кто первым по нему другу правильно ответит, ого, ого, там какая-то визитность есть. Кто первым по нему другу правильно ответит, тот пойдет домой с этой красоткой, и я опять про ноутбука разговариваю. Ну что же, давайте сейчас поаплодируем этой великолепной пятерке. Я прошу, чтобы в зале установилась полная тишина вообще, прям ни единого звука, потому что этим ребятам надо сосредоточиться, и есть как-нибудь тиканье прям такое? Звук тут нету тикань, но ладно, я сейчас разберусь. Вопросы звучали следующим образом. Когда был презентован первый фильм? Первая была девушка, да? Пятого ноября 1992 года. Практически. Стоп. Окей. Кто был второй? Кто был второй у нас? Да. Вот и все. Ваша версия? Такая же? Нет. Серьезно? Ну давайте, вот вы. Пятого октября. Правильно. И это абсолютно, наверное, ответ, друзья! Ваши аплодисменты нашему победителю! Друзья, я вас всех прошу, покинусь следом, вам спасибо и респект. Вы же останетесь, мы с вами немножко познакомимся, пообщаемся. Как это зовут? Андрей, ну вот, можно уже вручить приз, прям, под торжественный фан-фак, давайте! Так, давайте, сцены, сцены, сцены. Смотрите, документы и карту мы вам разумеется вернем, но я хочу, чтобы вы сейчас поделились своими эмоциями с нашими гостями. Насколько рады вы получить эту чудесную вещь? И что вы сделаете первым делом, придя домой, кроме как вылите на него 2 литра воды? Немножко ироничная ситуация. Это второй ноутбук, подаренный Lenovo мне в этом году. Я тоже говорил Евгений Троценко. Благодаря спорту мы познакомились с Lenovo, и первый ноутбук я добежал на несколько полумарафон. Это второй ноутбук. Умероятное стечение обстоятельств. И я могу сказать только то, что, в принципе, с продуктами Lenovo компании не только 7-5 приятно работать. Один из них у меня тут вон, типа, в кармане. Это телефон от Lenovo, который, как и SMP, стали под контролем Lenovo и не теряют марку, я думаю, уровня. И очень приятно находиться на нашем вечере. И очень-очень приятно. Спасибо большое за этот свеч. Вот прям еще тренер у нас сегодня выступал. Ну, как говорится, спасибо большое. Удачи, удачи. Владельцы, владельцы. Ну и, как советовал товарищ Ленин, делиться, да. Делиться было бы неплохо, имея этот звонок ванного буга. Ну что ж, дорогие друзья, я рад был вас всех здесь сегодня видеть. Спасибо большое, что пришли. Спасибо, что подарили все эмоции, поделились ими с нами. А теперь давайте же продолжим наш вечер в непринужденной обстановке. Заблужаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok